Пасха Господь благословит Сегодня в истории человечества совершилась самая большая победа Нет большей победы, чем сделал Иисус Христос Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что Пасха Это не крашеные яйца Пасха — это не куличи, это не зайчики Это Христос, который нас освободил от греха Христос пришел в этот мир именно по этой цели С этой миссией, чтобы освободить нас от греховной жизни И посадить нас в Доме Отца И поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что такое Пасха Очень часто мы поздравляем людей и говорим «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Но знаешь, почему-то человеческая жизнь не показывает того, что Христос воскрес Дела людей не показывают, что Христос воскрес Если мы верим в то, что Христос воскрес, то тем более мы тоже должны воскресить нашу жизнь И люди, видя нас, должны видеть, что мы в действительности верим и знаем, что после смерти есть жизнь Мы должны показывать свою жизнь такой, чтобы люди понимали, что после этой жизни есть другая жизнь Я выбрал для нас несколько мест Писания Я надеюсь, что ты здесь с нами Мыслями, всем своим существом ты здесь Потому что дьявол каждую минуту будет тебе напоминать После служения пойду, сделаю это, сделаю то Скажи просто-напросто дьяволу «нет» И Христу скажи «да» И перенесись полностью на служение, чтобы принять все то, что Бог для тебя приготовил Не разрешать дьяволу украсть твое благословение Знаете, что и произошло? Господь создал Адама и Еву и посадил в самом прекрасном месте в раю И сказал «наслаждайтесь, ешь, пей и наслаждайся» Не было смерти, не было проклятий, не было болезней Была радость, мир Были живые отношения с Богом И дьявол пришел и заметил это Что все дано в руки людей И он сказал «я обману человека И заберу из его рук то, что Господь ему дал Власть над этим миром И он пришел, обманул человека И мы знаем об этом И через вранье он забрал у человека царство И когда человек потерял это царство Бог пришел и сказал змее Положу между тобой и между женой такие слова Что от женщины родится ребенок Который будет поражать в голову А эта змея будет жалить его в пятом То есть Господь изначально Как только грех вошел в этот мир Что Сын Божий придет через семя женщины И победит дьявола Первые слова Бога были Как спасти человечество Как вернуть это царство Чтобы отдать человеку в руки Самое важное, чтобы мы понимали Когда Бог пришел Он восстановил отношения То, что потерял первый Адам Потерял то, что мы с тобой Либо наши прадеды потеряли Когда потерял он царство Смерть вошел в этот мир Смерть — это дьявольский дух Болезни также вошли в этот мир Это тоже не дела рук Божьих Мир дал терню вместо сладкого запаха Другими словами, проклятие вошло в этот мир Человеческая жизнь стала другой Господь человеку сказал В пути лица своего будешь работать и есть До этого люди не работали А женщине он сказал Болезни будешь рождать детей И думаешь Сколько всего потеряли Сколько всего было дано Просто-напросто бесплатно И можно сказать За долю секунды Все поменялось Цари поменялись И царем человека Стал не Господь Бог А тот, кто обманным путем Забрал 1 Коринфянам 2.7 Знаете, что написано? Но проповедуем ему Премудрость Божию Тайную, сокровенную Которую предназначил Бог Прежде веков К славе нашей Которую никто из властей Века сего не познал Ибо если бы познали То не распяли бы Господа славы Божия мудрость Дьявол услышал, когда Бог сказал Из семени женщины Придет тот, кто будет Поражать тебя в голову А ты будешь Жалить его в пятую Дьявол в первых взгляда Очень мудрый Даже знает Слово Божие И когда наш Господь Иисус Христос Был в пустыне Дьявол подошел к нему И сказал Брось себя со скалы Написано же Ангелы поддержат тебя Написано, что Камни станут хлебом Мы видим, что Он очень хорошо знает Слово Божие Но он не знал Одного Как Иисус Христос Его победит Он не знал Одного Как Иисус Христос Как Он придет И как Он его победит Потому что написано Что это было скрыто От Него Но проповедуем Примудрость Божию Тайную Сокровенную Которую предназначил Бог прежде веков К славе нашей То есть до Еще веков наших Господь уже спланировал Но это для Него Было скрыто И Он это не понимал Ибо если бы Он это понял То не распял бы Господа славы Прочитаем следующее Место Писания Которое Никто из властей Века сего Не познал Ибо если бы Познали То не распяли бы Господа славы Власти века Мира этого Стали демоны Его слуги И написано Что никто не познал Когда Христос Поднялся на крест Потом Дьявол подумал Он приходит ко мне Какое обвинение Я ему дам Каким судом Я ему буду судить Потому что Иисус сказал Вот приходит Царь мира всего И во мне Не имеет ничего Скажи Во мне Не имеет ничего Знаете Иисус Христос Другими словами И сказал Царь греха Приходит Но во мне Нет греха И когда Сатана понял Что Христос На кресте Он сказал Если ты Сын Божий Спустись Потому что Он понял Что произошло Но было уже Поздно Он понял Что я ему Какое обвинение Я ему скажу Я ошибся Я Я имел Право Я имел Власть Над людьми Которые грешили Которые Мне повиновались Но он Мне не повиновался Так как Я ему Сказал Повинуйся Мне И я Весь мир Отдам В твои руки Откуда У него Этот мир Потому что Адам Отдал ему Эту власть Потому что Через Адама Он через Вранье Забрал Эту власть Мира И сегодня Он так же Он Царствует На этой земле И он Царствует Над многими Людьми Но тебе Не надо бояться Потому что Ты во Христе Который победил Дьявола Который победил Грех И который победил Врага Он живет Внутри тебя Сатана Для тебя Никто Если ты во Христе И пусть Он тебя боится А не ты Его Очень хорошая Сцена была Надо бояться Вранья Зависти Потому что Через это Он пришел И обманул Адама И Еву И написано Что Глазу было Приятно И желанно И сегодня Так же Дьявол Обманывает Нас Тобой Чтобы Быть Нам Приятным И желанным Чтобы Мы пожелали Но наше Желание Только Христос Но наше Желание Должно Быть Только Слово Божие Аминь И сегодня Мы чуть-чуть С другим С другого подхода Подойдем К Пасхе Каждый раз Мы говорили Что Моисею Господь Дал закон И какой Закон Был У Евреев Когда Из пустыни Должны были Выйти Господь Сказал Возьмите Одного Ангца И пусть Три дня Он у вас Дома Побудет Потом Его Зарежете И потом Эту кровь Его кровь Соберете И на Косяках Дома Вашего Начертаете И те Кто не Послушали Слово Моисея Которому Сказал Господь У них Произошло Горе Вопль На следующее Отро Все кричали Рыдали Написано Начиная От скота И до Людей Первенцы Погибли Те Кто не Услышали Слова Божьего Те Кто не Вошли Под Защиту Ангца Те Потеряли Сегодня Так же Происходит Те Кто не Под Защитой Господа Иисуса Христа Те Будут Рыдать И Получать Горе Те Кто не Понимают Что Христос Стал Нашей Пасхой Что Христос Есть Наша Защита Христос Пролил Кровь Ради Нас Тобой Чтобы Этот Дух Смерти Чтобы Эта Сатана Прошла Рядом С Твоим Домом Он Не Умеет Власти Над Тобой И Над Твоим Домом Я Хочу Чтобы Каждый Из Нас Понимал То Что Сделал Иисус Христос На Кресте Посмотрим Дальше Первые Коринфянам 15-22 Как в Адаме Все умирают Так во Христе Все Оживут Через Адама Грех Вошел В этот Мир Смерть Вошел В этот Мир Через Христа Жизнь Вошла В этот Мир Через Христа Мы Все Оживели Смерть Над Тобой Не Имеет Власти Уже Христос Над Тобой Властен Так Как Мы Знаем Что Смерть Это Демон Потому Что Написано Что В конце Последний Враг Последнего Врага Христос Убьет Который Есть Смерть И Горе Что Смерть Что Горе Это Есть Демоны Поэтому Я хочу Чтобы Мы Понимали Что Сделал Христос Сегодня Смерть Над Тобой Не Властна Сегодня Над Тобой Властен Христос И Жизнь Потому Что Ты Отдался Жизни Потому Что Ты Отдался Христу Ты Принадлежишь Христу Ты Не Принадлежишь Смерти Ты Не Принадлежишь Дьяволу Тот день, когда ты сказал «Да, ты мой Спаситель, ты отдался Христу». Очень хорошая сцена была. Было время, когда мы были наполнены завистью, когда мы были наполнены враньем, алкоголизмом, смертью, но сегодня мы наполнены Божьим миром, сегодня мы наполнены Божьей радостью, святостью. Амин. Амин. Если со мной ты согласен, скажи Амин. Слава Богу. Сегодня мы из Коринфянов будем много читать. 1 Коринфянам 5,8. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, и вы Пасха наша, Христос заклон за нас. Наша с тобой Пасха — это Христос, который заклон за нас. Написано, что очистите старую закваску, то есть старую жизнь, старое мышление оставь, старые обычаи оставь. Амин. Потому что Христос умер. Он стал новой закваской. То есть, другими словами, корень греха он убрал из своего сердца. Если ты раньше не мог это убрать, то Христос сегодня из корней все вывел из тебя. Давайте возьмем такой пример. Дерево видно от плодов. Если ты соберешь яблоню и скажешь, все, я очистил, то в следующем году он опять будет подавать яблоки. Если, например, в этот раз мы возьмем один день и возьмем все алкогольные напитки, будет это водка, вино, все, что имеет алкоголь, мы возьмем и разобьем, все равно они опять в наших магазинах будут их продавать. Потому что цех, который создает алкоголь, он все равно работает. Но Господь пришел и внутри тебя остановил это производство греха. Он поменял это производство греха. Если раньше ты делал, производил алкоголь, то сегодня ты будешь производить уже вкусные, хорошие продукты. Поэтому написано, очистите старую закваску. И Христос сказал, я есть новое тесто, новая закваска. Потому что в Ветхом Завете он сказал, пусть ничего не будет дрожжевого в вашем доме. Другими словами он сказал, живите со мной, будьте со мной, и к вашим домам ничего не приблизится. Сегодня мы говорим, наш враг это дьявол, потому что за каждым грехом стоит дьявол. Но не стоит бояться дьявола, надо убегать от греха, надо бояться греха. Давайте будем больше бояться Иисуса Христа, потому что написано, боящиеся Его боятся греха. То есть мы не хотим Его потерять. Эту святость, которую мы получили, мы не хотим Его потерять. Эти белые одежды, которые Он нас одел, мы не хотим их осквернять. Поэтому мы будем ходить осторожно, чтобы на наших белых одеждах не было видно ни пятнышка. Потому что мы, как святые, на наших белых одеждах не должны оставлять ни капли грязи. И Христос был этим тестом, этим хлебом, который приходил к нам с небес. И написано, что ваши отцы в пустыне ели и умерли, но тот, кто попробует меня, не умрет, потому что ты в нем, потому что у тебя есть живые отношения с ним, потому что ты не слышал о нем, а ты знаешь его сам лично. Это и есть христианство. Очень часто мы видим христианин, которого ты спрашиваешь, и он говорит, я христианин. Но его жизнь очень далека от христианства. Очень часто мы видим христиан, которые не знают Христа, или совсем не знают Слова Божьего, даже не знают, что сделал Христос для них. Знаете, мы сами лично знаем Христа, мы сами лично знаем Его, мы знаем Его голос. Написано, что мой голос слышат мои овцы и бегут ко мне. Когда кто-то твой знакомый тебе звонит, сразу же мы знаем Его голос, узнаем Его голос. Хотя сегодня в телефонах уже написано, кто тебе звонит. Но даже если скрытый номер, мы по голосу знакомого узнаем. Мы знаем. Также и Христос, когда Он с нами разговаривает, мы знаем Его голос. Мы знаем Его голос, узнаем. Мы знаем Его характер. Мы знаем Его сердце, потому что Он не скрыт для нас. Это все закрыто для дьявола. И написано, если бы знали, то не казнили бы Господа Царя. Он знал, что придет Господь. И когда бесноватый видел Христа, он сказал, раньше времени пришло нас мучить. Они хорошо знали Христа, но они не знали, как Он победит. И они не знали, как они будут поражены. И поэтому сегодня хорошая возможность Царя жизни иметь в наших сердцах. И корень греха убрать полностью из нашей жизни. Кефиреем 10, 12. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу. О всем свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после технии, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Божьи законы будут в наших сердцах. А не так, что прочитаю, чтобы не забыть. Это написано в твоем сердце. И ты не можешь уже забыть. Это с тобою, это ты. Это твой смысл жизни. Когда говорят, ну выпей что-то такого. Мне один раз сказали, ты не можешь мне отказать. Я даю тебе то, что брат брату не может отказать. Знаешь, я ему обещал, что я не буду петь. И я хочу держать свое слово перед ним. Твое мышление меняется. Ты меняешься. И все рядом с тобой видят, что ты уже новый завет, в новом теле. Амин. И поэтому то, что Христос сделал, нет на этой земле никого, кто смог бы это сделать. Нет никого, кто мог бы за нас с тобой быть распят. Потому что написано, все согрешили. Не было ни одного святого. Не было ни одного святого, кто мог бы это сделать. Не было ни одного безгрешника. Это был единственный Христос, который родился от моря и пришел на этот мир за нас с тобой. У него не было греха. Он взял наши грехи на себя. И был распят. Потому что написано, что за грехи, наказание, смерть. И все, кто согрешили, должны были умереть. Иисус умер, чтобы мы с тобой жили. Потому что мы знаем, когда человек умирает, для христианина, тот, кто живет для Христа. Смерть не приходит за ним. Приходит либо ангел, либо Христос. Видели когда-нибудь христианина, которые умирают? Я видел. Они говорят, что ангелы пришли за мной. Не беспокойтесь. И эти люди обычно говорят, всех простичайте, всех любите. И они с улыбкой уходят. Либо говорят, Христос пришел. Но те, кто жили против Слова Божия, те, кто не знали Бога, мы видим, как они мучаются, как они кричат. Кому ты будешь служить, тот и придет за тобой. Сатана хотел, чтобы Христос ему служил. И он сказал, поклонись мне. На что Христос ответил, поклоняйся только Господу Богу Своему. Сегодня наша жизнь должна превозносить только Господа Христа. Аминь. Очень хорошо. Пойдемте дальше. Деяния апостолов 4, 12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет никого другого, через кого возможно спасение. Нет другого, как человек, Иисус Христос. Есть одно имя, которое дано людям для спасения. И это имя Иисус Христос. Нет другого имени. Нет другого Спасителя. Все остальные пути – это вранье. Давайте возьмем один пример. Вчера я молился и готовился. И у меня пришло в мыслях одно – Крым. И один мост. Всего лишь один мост, который связывает Крым. Возьмем сегодня небеса. Сегодня один мост, который нас связывает с небесами. И это имя Иисус Христос. И нет других путей. В тех же Коринфинах написано, если люди сегодня приносят пожертвования, они жертвуют демона. Есть одно пожертвование, которое принимает Господь. Есть одна жертва, через которого занавесь развелся, чтобы путь открылся к Отцу. И Его имя Иисус Христос. Нет другой жертвы. Поэтому сегодня время спасения. Поэтому сегодня время, чтобы восстановить свои отношения со Христом. Больше времени не будет. Больше спасителя не будет. Хотим мы этого или не хотим. Многие говорят, мы верим. Верите хорошо. Демоны тоже верят. И боятся. Знаете, верить – это означает исполнять Его Слово. Верить – это означает доверять Его каждому Слову. Это и есть вера. Нет другой веры. Вне покаяния нет спасения. Будучи Сыном Божиим, Он покорился. Он послушался. Если Иисусу Христу было место послушания, тем более нам с тобой. Амин. Я хочу, чтобы мы с тобой понимали. Тот, кто противоречит Иисусу Христу, противоречит Отцу. Потому что Господь противоречит гордым. Поэтому нам с тобой время послушаться Христу и каждому Ему Слову, которое написано для нашего с тобой спасения. Когда твое сознание меняется, если ты раньше врал, обманывал, и ты думал, камера не смотрит, люди не смотрят, я могу как-то это украсть, чтобы люди не видели. Сейчас ты даже об этом не думаешь, потому что ты доверяешь Ему. В чем ты нуждаешься? Сегодня было сказано, Он наполнит всем. Потому что Он не имеет границ. Амин. Давайте прославим Его. Я попрошу, чтобы Белла начала играть. Сегодня, когда ты разговариваешь с людьми, некоторые хотят мудрости, некоторые хотят чудес. Говорят, греки хотят мудрости, а евреи хотят чудес. А мы проповедуем Христа. Мы проповедуем Христа. Сегодня мир не может понять то, что сделал Христос для него. И говорят, им нечего делать. Они в субботу, либо в воскресенье собираются, общаются. Для них это глупость. Но апостол Павел написал, что через слово глупости Господь решил спасти верующих. Для кого-то это глупость. Для нас это спасение. И это возможность услышать Слово Божие для нашей жизни, для наших семей, для нашего города. Нет больше жертвы, нет больше силы, нет больше важности, чем кровь Иисуса Христа пролитая. То, что сделал Иисус Христос на кресте, для, через свою жизнь, через свою пролитую кровь. Знаете, что написано в книге Откровения? Мы победили дьявола через его кровь. И словом нашего свидетельства, не разрешая, чтобы силу крови украл у тебя дьявол, не позволяя, чтобы сила крови в твоей вере иссякла. Кровь – самая сильная, что мог пролить Иисус. Он очистил нас, освободил нас, чтобы у нас была с тобой на этой жизни святость и жизнь вечная. Скажи, «Слава тебе!» Иисус Христос! Он просто нам это отдал. У нас сегодня будет хлебопреломление. Сегодня у нас с тобой будет то, что сделал Иисус Христос. Но прежде, чем это сделать, есть люди, которые еще не отдали свою жизнь за Христа. Есть люди, которые, не дай Бог, даже если умрут в эту минуту, они не знают, куда пойдут. Они не знают, пойдут в рай или в ад. Если ты этого не знаешь, то это очень хорошая возможность, чтобы твое имя было написано в книге жизни. Это очень хорошая возможность, чтобы этому Христу ты сказал, «Да, сегодня не я принимаю решения в своей жизни, а ты». Чтобы сказать, «Ты мой царь. Как ты скажешь, так и я буду жить». Здесь написано, «Не ври, не убивай». Здесь написано, «Не укради». И это очень важно для нас с тобой. А почему мы хотим послушаться его? Потому что сегодня исцеление, и специалисты доказали, когда люди врут, и их организм вырабатывает специальный гормон, который очень плохо влияет на жизнь. «Не пьяните», написано, «вином и алкоголем», «а наполнитесь Духом Святым». И мы сегодня также знаем, что если даже водитель чуть-чуть выпьет, ему нельзя садиться за руль. То есть то, что написано, написано для нас с тобой, чтобы у нас была хорошая жизнь и правильные мысли. Это все написано для нас с тобой. Это то же самое, когда ты ребенку говоришь, «Руки нельзя ссувать в розетку, ударить током», хотя он и не знает, что такое ток. И когда мы говорим, «Нельзя руки ссувать в горячую воду, сожжешь руки», хотя он не знает, что такое горячая вода. И я помню, когда наш сын был маленький, и тогда не было света, мы зажигали свечку, и он все время пальцем хотел дотронуться до огня. И жена моя все время говорила, «Нельзя, не делай, не делай!» И когда один день не было жены дома, он опять-таки пришел и пальчиком дотронулся до огня и начал очень сильно кричать и ревел. Жена сказала, «Ты не видел, что он делает?» Я сказала, «Видел». И после этого он уже ни разу к огню не приближался. И до сегодняшнего дня он понял, он понял смысл слова, почему нельзя дотрагиваться. И очень часто мы так же, мы идем и суем свой нос в логово сатаны. И Бог иногда разрешает, чтобы мы коснулись и понимали, что это такое, чтобы больше этого не совершали. И Слово Божие, поэтому и написано. Все, что написано, мы должны просто-напросто слушаться, быть послушными тому, что говорится. И это написано именно для нас с тобой. Только пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok